Всем привет! Продолжаем рассматривать картины скульпторов, художников Камиль Труй. Французский художник, декоратор, реставратор. Данных очень мало, данные из переводной википедии. Изучал живопись в Парижской школе изящных искусств с 1905 по 1910 год. Во время Первой мировой войны был призван во французскую армию, прошел окопную войну. Наиболее частым в творчестве Труя темами были смерть и секс. В стерилистическом уже отношении, после признания его творчества такими мастерами, как Луи Арагон и Сальвадор Дали, теоретик французского авангарда Андре Бретон в своей статье обозначил направление, в котором работал Труй, как сюрреализм. После этого художник признал себя сюрреалистом, больше в целях завоевания популярности, так как в целом не питал симпатии к сюрреалистическому движению. Прощенный же стиль и яркие краски работ Труя весьма напоминают манеру рекламных графических плакатов начала 20-го столетия. Роковые красотки, болтающие по телефону на кладбище, епископы в кружевных подвязках, очаровательные монашки, больше похожи на распутные женщины. Все это и многое другое, неотъемленная часть работ скандального художника Клоиса Труя, создавшего приличное количество шокирующих произведений, в которых эротика, религия, смерть и летальные идеи переплетаются с черным юмором, сарказмом и эрогией. Французского художника 19-20 столетия Камиля Клоиса Труя называли бунтарем-анархистом, осуждающим систему сговора между армией, церковью и государством. Вот так написано в переводной википедии. Все, данных больше нет. Умер он в возрасте 85 лет, 24 сентября в Париже во Франции. Все, пока-пока, привет, смотрим интересные работы этого художника. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!